Строительный влог номер три. Сейчас я нахожусь на рынке. Юность. И когда ты делаешь ремонт, ты находишься или в эпицентре, или на строительных рынках. Вот я сейчас на строительном рынке и покупаю газонокосилку. И еще куча разных материалов. Все вам покажу дома. Так что не приключайтесь. Их много разных. Вот есть электро, но посоветовали лучше взять бензо. Ну вот я беру, сейчас ее заправляю. Вон 100 гривен масло будем. Обязательно. Так, ну что, проверяем. Вот кнопку фиксируем. Зажигание включаем. Там была защита на этом. Да я поняла, она слетела и я напугалась. Ты не сняла. Самое главное проверяем, что ты не сняла. Это выходит газонокосилка. Еще купила такие полки для ванны. Поврик, чтобы не было скользко. Самую ванну, потому что я сама пару раз чуть не долбанулась. Когда Дюму мою, он тоже скользит. И купила полки для полотенец. Потому что ванна очень маленькая, места мало. И хочется как-то функционально все это разместить. Вот. Газонокосилка. Я не знаю, насколько она будет функциональна. Потому что она на бензине. Я хотела электро, но меня переубедили. Вот. Поэтому не знаю. Ну косить сама я вряд ли смогу. Хотя я такая, что наверное смогу. Ей шли три насадки. Плюс какая-то леска, чтобы именно даже мелкую траву можно было покосить. Масло и бензин. И дозировка 40 грамм масла. И потом литр бензина. Вот. И даже маслице такое специальное купила. Для запчастей, для функционала я приобрела. Это купила для... Сейчас надо вешать занавески. И мама хочет покрасить один комод. Он отлично встал на кухне. Но он по цвету не подходит. И я взяла два баллончика с краской глянцевой. Матовой не было. Белые и черные. Не знаю, что там получится. Мама говорит, возьми. И вот малярную такую пленку взяла. Чтобы там два цвета надо будет это все закрашивать. Мальчики, я хочу. Димит говорит, что мальчики, я хочу косить. Вот я опробую готовую косилку. То есть как я опробую? Я сижу и скажу, как ее. Тейстит. Чуть-чуть отступление от моего большого дома. Маленький, в мамин. Как я уже говорила, что там будет жить мама. И сейчас мы выбираем плитку для ее фартуга на кухне. Вот мы, наверное, уже потратили час, если не больше. И не могли выбрать. И вот выбрали вот эту вот. Белую с вставками вот такими. На самом деле выбор плитки это очень сложно. Я не думала, что это так. И я не знаю, как будет у меня. Потому что мы как бы советовали с вдвоем. И это было сложно. Мне нравится одно, мне другое. И надо было найти компромисс. Когда я буду выбирать свой дом, я буду выбирать самостоятельно. И мне кажется, мне будет проще. Хотя совет мне понадобится тоже. Это так, маленькое отступление. Потому что скоро, ну как скоро, относительно скоро я буду выбирать плитку и для большого дома. И нюансы. Тут нюансов очень много. Есть глянцевая, есть матовая. Они по-разному кладутся. То есть есть широкие, а есть вот такие вот узенькие. Есть прям как бы большая очень плитка по ширине. Есть она узенькая. И как лучше. Я люблю, когда мало стыков. Чтобы в эти стыки не попадала грязь, которую надо потом вычищать. Но это все зависит от... Вот здесь вот должен быть хороший такой силикон. Такой прозрачный. Для того, чтобы она не становилась быстро грязной. Вопрос по вытяжке. В маленький доме к маме нужна вытяжка. Вот выбираем между этой и этой. Плюсы в этой больше, чем в тех плоских. Потому что плоские не вытягивают, например, жарку, только варку. А это типа вытягивает. Там у мамы будет плита. Вот в принципе вот такая. Не на 4 комфорки, а вот так вот только на 2. Потому что места там очень мало. А я потом покажу. И хотим сразу сейчас, пока есть рабочие, все это установить. Для того, чтобы уже все функционировало и было красиво. И сейчас еще берем с мамой прорезиненный такой коврик для улицы. Будет лежать такой USB-лист. Потому что там поддоны пока еще неровные. Неровная поверхность на улице. И неудобно очень ходить. Поэтому выход такой на поддоны кладется лист USB. Он размером 125 на 2,50. И вот сейчас сверху него, чтобы он не раскис, вот такой вот коврик. В дальнейшем, потом, когда уже все выровняется, все равно этот коврик можно оставить на выход из дома. Хочу вам показать, есть вот такие вот ящики, они как пуфики. Вот это Ники. Она туда складывала всегда свои какие-то там поделки и тому подобное. Я сейчас купила два таких ящика. Это оптимальный вариант. И еще что удобно, тут всегда можно вот так вот сделать. Эти пуфики будут и как хранение, и просто как пуфики. Вот, видите, я взяла красный, потому что, ну, просто акцент для, это поддон. Акцент просто в комнате разбавить цветом. Вот так вот. Очень удобно. Все. Я в один вложу белье, а во второй в носки. И он, кстати, больше, видите, по размеру. Этот побольше, этот вот поменьше. Вот видите, опа, красота. Меня попросили показать беседку, которую я приобрела в эпицентре. Садовый бум сейчас проходит в эпицентре. И я взяла вот эту вот беседку, она обошлась в 2000 или 300 или 400 гривен, я точно не помню. Очень довольно неплохая, у нее металлический каркас. Вот, он не прям такой супер надежный, но даже когда ветер дует, она отлично стоит. И причем она не закреплена в землю, она просто пока стоит, потому что ее, в принципе, можно еще переносить. Также купила в эпицентре стол и стулья, это садовая мебель, еще мы ее не раскрывали. Здесь стекло, стекло матовое, оно не прям прозрачное, оно такое матовое. Пока не раскрывали, потому что, ну, не видим смысла пока еще все вот это вот переносится, сейчас будет вывозиться кузов автомобиля, поэтому ничего пока не трогали. Но уже здесь обедаем, очень удобно. И стулья, это металл, каркас, это такая как сетка, все очень добротное, и купила я это, по-моему, за 4000, вот, я забрала последнее. Но если в эпицентрах посмотреть, то садовый бум еще действует, если хотите, то можете. С прошлого дома забрала свои эти занавесочки, вот, тут, конечно, еще одной не хватает, у меня было всего три, вот, если было четыре, было бы хорошо. И так очень уютненько. И еще хочу показать вот такой вот лист, он не сильно плотный, но его хватит для чего? Это USB лист, он стандартного размера, продается в эпицентре, его надо положить вот сюда вот, пока неровная поверхность, ходить очень неудобно. Мы ходим по поддонам, и для того, чтобы не проваливаться, я иногда выхожу на каблуках, но очень неудобно. И ребенок может ножку там провалиться, ежик у нас тут живет, он тоже залазит иногда и проваливается туда в поддоны. Поэтому положу этот лист. Теперь на улице можно ходить босиком. Классно, вот где мы теперь разуваемся. Сейчас кухню полностью освобождаем, будут класть плитку, и вот тут вот надо обои сверху еще наклеить. И хочу вам сказать, что если вдруг будете когда-то делать ремонт, выносите насос на улицу, или я не знаю, куда-то, потому что насос включается и ночью, и днем, когда уровень воды падает, он включается, чтобы его накачать. И начинается гул. Мы как бы к нему привыкли, но на самом деле это не прикольно, поэтому имейте в виду. Да, кстати, по поводу места, видите, кухня и так маленькая, и получается здесь все полностью закрыто, ну, с насосами. Здесь и вот эту вот полку сейчас снимем, потому что тут будет вытяжка. Места вообще нет на кухне. Маме как бы одной хватит, но сейчас пока мы все вместе здесь, месяцев так, дай бог, 3-5, вот, то лучше, конечно, заранее продумать, потому что изначально не планировалось вообще, что тут будет жить кто-то из близких. Вот, поэтому как-то, ну, так просто все купилось, чтобы было, потому что планировалось, что здесь будет жить там мужчина-женщина, который будет помогать по дому. Но все поменялось в жизни, и теперь как бы со временем, я думаю, что кухню мы заменим. О, слышите? Вот, это насос включился. И так и днем может быть, и ночью, и, в общем, он не к посуду моет, уровень теряется, и он накачивает. Что? Петя говорил, что вода сама потихоньку утекает, поэтому он и ночью отлично отключается. Ну, я же говорю, когда уровень теряется. Время, день, некогда. Мама говорит, просто сейчас рабочие ждут, чтобы мы все это освободили, чтобы они сняли верхние полки, они слишком высоко повесили, плюс не ровно повесили. Вот, если видите, ну, как бы я вижу, что сприскакли. Вот, чтобы опустили, ну, чтобы было 60 сантиметров, а тут 70. И достать для верхних полок очень сложно, а мама, тем более, ростом ниже, чем я. Ой, выглядит. А? Гвоздик в торцовый забить. Когда строили этот домик и сделали электрику, я вообще не помню, когда ее сделали, то есть я не участвовала в этом процессе, сделали криво. Все готово. Теперь будет высыхать. Так, дайте мне, ну, глазка, тряпочку. Будут опускаться эти шкафчики. Да, на 12 титра будет. Да. И еще будут клеиться завтра вот в это боль. Доклеиваться, потому что не хватает. Красота. Когда будет все готово, я итог покажу. Ну, что, уже обживаемся. Пока дети спят, хочу вам показать вытяжку и варочную поверхность. Все покупалось в эконом-варианте. Недорогой вариант, вот. Но по качеству, я думаю, что будет неплохой. Уже готовили, все работает. Все в порядке, слава богу. Встроили варочную поверхность в тумбу. И даже здесь, вот. Можно поместить вилки с ложками. То есть они не мешают. Единственное, что, когда готовишь, надо ящик отодвигать, чтобы была вентиляция. И вытяжка. Вытяжку мама выбрала вот такую. Опять же, по деньгам. Все ориентировались по деньгам, чтобы было недорого, но чтобы она тянула хотя бы что-то. Шумит она не сильно громко. Вот. Сейчас тут даже свет есть. Что очень хорошо, когда готовишь, дополнительный свет реально выручает. И... Сейчас. Оп. Это минимум. Увеличиваем. И вот максимум. И вот так вот шумит. Она тянет. Я уже пробовала. Я листочек в магии прикладывала, и он затягивает. В других вытяжках листочек не держался. Представьте, вот в этой вытяжке держался. Но это по деньгам самая такая, можно сказать, мощная на те деньги, которые были выделены исключительно только на эту вытяжку. Мы приехали выбирать плитку, фартуга для маленького домика, для мамы. И знаете, что она выбирать собралась? То есть она говорит, я говорю, мам, давай что-то однотонное? Она говорит, ой, давай кофе, любительница кофе. Видите? Вот. Я говорю, мама, пожалуйста, давай без ничего. Ну, это одна только будет, как картинка. Вот, мама хочет картинку. А до этого она говорит, а давай вот эти цветочки. А, подожди. А вот этот абстракт. Как хорошо, что я ремонт в своем доме делаю самостоятельно. Если бы я делала с мужем, я думаю, мы бы развелись. А все мужья в савдепе вклеили обои, разводились, а когда делали обои, мирились и снова дальше женили. Потому что мы сейчас с мамой, я чувствую, будем спорить по поводу плитки, потому что я люблю, чтобы было минимализм, однотонное, без ничего. Нет, вот полосочка такая. А маме нужна полосочка с кофе или за витушками, или за херюшками. Нет, это не надо, это слова не скричить. Вырезать, вырезать. Вырезать, да, за херюшками. Мам, с обновкой тебя. А? С обновкой тебя. Спасибо. Что это у тебя здесь? У меня вытяжка. Вытяжка, а что еще? Печка. Такая, как ребенок. Ой, тететет. Приехали с мамой. Опять в эпицентр, такой уже другой, и покупаем маме домик вытяжку. Вытяжку, я уже заговариваюсь, вытяжку и плиту на две конфорки, вот, но пока нам все это проверяют и пока это все упаковывают, мы вот ходим по декору. Боже, ну почему я заговариваюсь, хотела сказать, ты соображаешь быстрее, чем я, я вспоминаю слова. Вот. Все очень красиво, но до этого лично мне еще далеко. У мамы все есть. У мамы все есть, и плюс даже не в этом дело, да, у мамы все есть, она все привезет, но сама суть. Есть же и мои вещи в этом маленьком доме. Когда она нас пихнет, тогда она будет уже красоту наводить у себя. Но завтра я буду класть плитку в этот, как он называется? Воротник. Не воротник, это сарафан. Нет, фартук. Это я воротник сказала? Да. Мне тоже надо отдыхать. С раннего утра. Воротник, сарафан. Это у меня в случае, в жизни был. Мы с этой, с моей подружкой, ну, с школьной, она там уже была взрослая, ее, значит, парень уехал отдыхать. Вот она так за ним скучала, она так на него смотрит на небо. И вместо того, чтобы сказать, что это летит самолет, она говорит, вот поезд едет. А я говорю, какой это тебе поезд? Это автобус. Такое было. Мы так долго смеялись. Этот случай я всегда вспоминаю. И так вот и сейчас. Воротник, сарафан. У мамы ногти такие. Мамы же. Не показывай меня тогда. Ногти такие, так я их вымыла в этих. Ну, я знаю, знаю. Люди понимающие все поймут. Это как бы гадость напишет, но мне кажется, это человек, который не понимает, что реально идет работа. И не до маникюра.